привет друзья вы находитесь на канале около музона и сегодня мы вместе посмотрим видео моисея великанова видео называется очень странно я даже вам сейчас прочитаю я с 2011 года фанат сергея табачникова вопрос два восклицательных знака критикую nobody one только потому что хейтер вопрос давайте смотреть ничего пока не понятно когда не было никаких конфликтов я не наезжал ну чё хотите думаете народ не знаю честно вот даже когда не было никаких конфликтов я не ну не наезжал потому что ну как то я не знаю то есть я помню еще бурючи пиздюком я люто конечно же как и все мы угорел по видосу типа там продай родину продай родных там обзор на желтую гитару у меня это до сих пор должно быть даже в видеозаписях вконтакте то есть это обзор про желтую гитару я не помню совсем продай родину я помню видео январь 2011 года это 9 лет назад у меня до сих пор эта хуйня в видеозаписах я вам честно скажу народ то есть я 9 лет знаю о том как говорится что это за персонаж то есть мне вот это все было смешно интересно это было круто вот этот конечно я эти рифы тоже все пытался подобрать там крит допустим сейчас слушаю этот вот one last breath там еще что то он даже лайк там стоит самая лучшая школа игры на гитаре то есть конечно когда сколько сейчас мне 23 мне было лет значит 14 наверное да я такой да да типа вот это бля прикольно нахуй чувак вообще прям я угораю ебать продай родину продай родных и еще когда-то тогда уже был что-то тогда уже было ну че так типа если что-то круто я это себе добавляю в аудио я даже если это что-то не круто я себе это добавляю в аудио ну вот смотрите даже джейс да то есть я бы не сказал что еще раз я не совсем фанат но вот это но блять это бездна на вот это рифачок не пора должна быть гора просто и под таким и под всяким названием ну то есть но это вот прям просто балдеж ребята тот с кем будет спасибо огромное нордфилд да посмотрим обязательно спасибо еще с кем он будет баттлиться grizzly knows no remorse вот честно народ ну то есть вот чё бы он не сказал этот чувак из музона но вот это охуенно вот это блять то есть как бы он сейчас фреда не обосрал но это не поменяет то что я люблю эти песни даже если он это сделает вася ебашилова то что он там с ним что-то я пока не могу уловить суть этого видео вообще абсолютно но вот grizzly knows no remorse да там гитарист вот кучер он вообще не нравится как он играет очень прикольно и сам по себе персонаж интересный не митусит ну вот васю и башилова я уважаю допустим да блять но боди ван мне казался говнищем всегда просто я типа об этом не говорил ну потому что тогда я как бы их блогером особо не был и кому-то нравилось но вот я лично не джейс не grizzly knows no remorse не знаю не чем там бау я не ничего из этого не могу прослушать в плеере то есть я вот в плеере так для кайфа не могу это взять и послушать хотя вот допустим джейс вот этот репачок убойный достаточно но там текст детский голос детский и короче песенки детские но остальное все все такое ни о чем поэтому слушать это вот так вот просто невозможно постам она я не помню ну и соответственно но боди ван и естественно не слушаю потому что это просто музыка без слов даже просто гитарная музыка гитарную музыку я негатри говно не могу слушать не стряни не знаю никого может быть из моих знакомых я всегда считал что это баланда ну честно понимаете и вот это десять лет баланды вот то что он делал делал тогда как блогер то есть хоть и фред говорит клоунада но это клоунада вот это типа и причем я понимаю у меня такая же хуйня та клоунада которую я делал в пятнадцатом году не в одиннадцатом в пятнадцатом это тоже это возможно лучший этап моей карьеры там со стороны зрителей по крайней мере я его понимаю то есть почему он теперь делает что хочет я тоже делаю что хочу то есть ну с разницей в два раза он с одиннадцатого года у него ну клоунада была очень смешная и как раз в этом и смысл youtube а потому что смотреть youtube прям посерьезки где обучают видео нет это конечно такие ролики крутые которые ну именно для обучения игры на гитаре или еще до чего такого для обучающего но ту в них не нужен особый там картинка особая особая подача нужна информация ценная то есть может стоять преподаватель в классе допустим музыка в музыкальном училище или там его снимают на видео и он что-то рассказывает про теорию или про звукоизвлечения еще про что-то и это и будет звук сэха плохой звук будет в принципе увидел будет лохая картинка бы что-то прерываться еле слышно но ты все равно если тебе это нужно ты это все послушаешь увеличишь громкость попытаешься в это вникнуть и возьмешь себе эту информацию если тебе это нужно вот а все вот это остальное фред гитарист это все развлечение ну серьезно но кто реально учится да ты ты как-то по кусочкам может что-то увидеть там да иногда сидишь с гитарой смотришь видос фреда такой о дэк я попробую как он там говорит а вот так поставить или там любого смотришь что говорят ну да но это редко бывает в основном ты просто смотришь развлекаешься и все это как бы мимо ушей мимо тебя то есть пока ты не возьмешь гитару и начнешь заниматься ты ничего как бы не научишься ничему поэтому все это развлекательный контент и все это клоунада вот так что клоунада ништяк раза больше просмотров я с двадцатого там на ютюбе кое-как у меня в два раза меньше просмотров ну плюс-минус абсолютно одинаковые там показатели как говорится успеха да ну плане там на год да то есть он лет десять уже там в ютюбе я соответственно 5 примерно ну и даже меньше активно конечно меньше вот а он 10 лет назад уже чё-то прямо уже обзоры какие-то бахал такие я тогда блять чё я уже не помню чё я делал вася и башилова да то есть ну ну табачников да это первопроходец то есть тогда никто не понимал что такой видеоблогинг просто какие-то ролики так что-то выкладывает парень смешно прикольно никто не даже тогда на каналы не подписывались просто смотрели ютуб и не у кого аккаунта в ютубе не было чтобы подписаться на канал это охуительно базару 0 но сука nobody one это ху и тень хотя вася и башилова кстати ебал ебал играл что-то nobody one ну блять какая же это сраная баландища просто блять я не знаю а вася и башилова играет сейчас кавер-группе mercedes dance и уже очень давно и ну кстати группа очень крутая три человека и они мощные мощные концерты дают ну каверовые для унылых жухов которые вот просто но я не понимаю чё там там нет классных гармоний какие-то да то есть я не знаю просто не за что то есть бывает что слушаешь даже что-то ну я не знаю ну там джазец какой-то вот эти красивые гармонии там да какие-то переходы что-то абстрактные интересные там какой-то я не знаю слушаешь альтернатив это это альтернативе сука альтернатив не чок какой-нибудь да то и и вот эти вот все нюансы да вот это охуенно вот и вот это как бы вот это то что сука вот гитару хочется в руки взять да ну нечего-то не нравится да ну типа вот это балдеж не знаю там такое что-то да вот это балдеж бля редхо чили пепперс там это охуенно не знаю нирвана охуенно soundgarden там алисон чейнс там нирвана охуенно или редхо чили пепперс это понятно вот эти ну то есть то что называется там выбор нот хуибер пердот блять и короче ты хочешь сказать что просто круто это хиты то есть хит вот допустим даже у фреда вот этот рифачок он крутой если бы песня была хитом если там был хитовый текст хитовая вокальная мелодия хитово сделано там от продюсирована и так далее раскручена это был бы хит то этот рифак все бы просто восхвалялись какой он божественный этот риф и вообще а сейчас всем на этот риф похер ну просто потому что песни хит то есть главное хитовая песня вот у сергея табачникова во первых нет текста априори не может быть хитов то есть не может быть хитовая без слов в современном мире может быть и может но это в единице там единичный случай это тогда должно быть что-то очень шедевральная так вот поэтому просто да у него все песни такие средние и я вот врублю любой трек от балды а мне кстати кажется нормально что это вообще о чем это не хуже чем ты включал другой вот смотрите я могу открыть любой аудиоредактор залупить там какую-нибудь барабанную дорожку наиграть какой-нибудь проигрыш и гонять под него соло будет то же самое ну вот это не очень конечно блять то есть вот это должна быть типа как бы такая я вам сейчас включу чем это должно было бы быть если бы это было бы не говно как звук сделан сам сам продакшен да то есть вот звук полный дерьмо здесь как это восьмибитная штука послушно плавающая по панораме вот это вот такая просто голос с текстом поет хитовую мелодию и это хитовая штука необычная вот музыкальные составляющие здесь очень слабые гармонии даже вокал убрать это будет если вокал убрать это будет дешевая херня здесь все делает пока все делает пока и блять вот это кстати музыка для порно здесь просто как убить где-нибудь у бассейна да нахуй ну ребят на 4 что это все видео блин неожиданно закончилась ну что спасибо вам за просмотр не знаю двойственное какое-то чувство незаконченности в общем то я тут не совсем соглашусь это просто вкусовщина но и плюс я уже давно понял что моисей великанов он как бы ведет войну то есть все ведут войну вот это в интернете и получается что если кто-то враг то он его максимально опускает по всем параметрам да он пытается быть объективным как бы но все равно он предвзят и наоборот если же это друг например фред гитарист или еще кто-то он восхищается этим вот так что то есть он даже сам моисей великанов говорил как-то давно что у фреда посредственный музон это музыка из двухтысячных там все банально все это а тут он говорит ой какой классный рефак ну да он классный но он тогда тоже был классным тогда ты его особо так не говорил вот то есть как бы это просто война и тут нельзя прям буквально все воспринимать вот просто понятно что моисей предвзят к Сергею табачнику а так в плане музыки табачникова не так все и плохо то есть есть мелодии нормальные и все есть но просто конечно это не супер пупер хитовая вещь не супер пупер обычная средняя музыка в общем то всем спасибо за просмотр странная реакция получилась подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментариях кого бы хотели посмотреть всем пока в комментариях и с и и и и и и и